И выбор, кем быть, кем стать и как жить, человек совершает, как утверждал Платон, на дородовой стадии. Вот поэтому я всегда понимал, что Платон мне друг. Вот, но истина дорожна. Платон мне друг, точка. Уважаемый добрый, Платон мне друг, точка. Ну, не гаража в одно слово. Значит, Платон утверждал, что существует дородовой анализированный выбор. И сделав этот выбор один раз на дородовой стадии, и аммнизируя его, перед тем, как мы рождаемся на свет, мы уже не можем дальше от него отступить. Дальше, говорил Платон, это дорога, которая уже ведет тебя по себе. Не ты идешь по ней, ты уже ничего не можешь сделать. Ты идешь, ты можешь прятиться назад, ты можешь стоять на месте, ты можешь бегать поперек этой дороги, ты можешь кругами ходить по ней, думая, что всего, в виде идей. То есть, рождению какой-то вещи предшествует идея этой вещи. Ну вот, грубо говоря, как можно максимально примитизировать эту сложную метафору? Как человек изобрел ложку? Вот для того, чтобы человек изобрел первую ложку в мире, что должно было произойти? Какие события должны были привести к тому, что человек изобрел ложку? На определенной стадии развития человека были покрыты волосами? Ой, чем они только не были покрыты. Так вот, значит, она в волосах, она грязная, ей неудобно, пища горячая. Потом руки заняты делом все время. Любой из нас что-то делает руками, даже самой интимной в целой жизни. А в это же время хочется есть. Поэтому одна рука, по крайней мере, должна быть свободной. Но поскольку то, что мы делаем, мы делаем двумя руками, очень трудно. Продолжение следует...